доброе утро дорогие друзья сегодня по моему 30 октября если я не ошибаюсь вчера я занималась лоскутным шитьем сшила чуть не сказала связала представляете привычка я же вообще не швея и как бы к этому делу ну честно сказать душа не лежит потому что не особо получается но вот заболела я идеи лоскутным творчеством и вчера решила это все попробовать посмотрите как она залезла под эту подушку это я здесь примеряла как же это все дальше развить эту идею куда пристроить вот этот квадратный ну назовем его фрагмент или блок очень часто называют блоки это в вязание мотивы лоскутном творчестве в патчворк это называется блок вот этот блок называется ананас найдете наберете в ю тубе ананас блок ананас патчворк и найдете видео я уже не помню не автора ролика но таких видео мало я думаю что вы найдете по названию шьется достаточно легко просто нужна точность в общем я вчера раскроила достала несколько видов тканей вот они эти ткани как вы помните это был балдахин моего сына когда он родился на детскую кроватку из него я пошила штору и две подушки в прихожку вот она эта штора вот эти сердечки с балдахина представляете сколько лет сына уже 22 все как новое как будто это было вчера и вот две наволочки на вот такие подушечки тоже из этой же ткани из этого балдахина вот ну а все что осталось сейчас вот делаю лоскутные блоки чтобы что-то создать еще ну вы посмотрите на это чудо но это же просто чудо да друзья вот такие кисточки это точно бы если бы я их применила в пледе это все бы было обтрепано все бы приняло неряшливый вид вот эта подушечка с этими кисточками я уже конечно дала на растерзание видите они все по вытаскивали надо будет потом это переделать что-то более ну другое может быть вообще их отрезать ну потому что очень хорошая игрушка для котов ну так вот вчера я достала подходящие ткани вот это простынь она новая с комплекта вот эта ткань не знаю какой-то очень похоже на тик из него раньше по моему шили на пернике желтенькая старая простыня уже вам показывала еще вот такую ткань нашла ну она не участвовала вот в этом блоке но где-то будет тоже участвовать потому что очень хорошо сочетается вот с этой простыню вот и чтобы мне удобнее было кроить эти блоки смотрите что я сделала вы когда найдете это видео поймете как это шьется я сделала вот такие заготовки квадратов вот их здесь получается 4 начиналось все с 10 сантиметрового квадрата потом пошло дальше я уже не помню сколько там сантиметров ну на увеличение и этот блок можно делать до бесконечности вот вот такие заготовки вырезала у меня были когда-то я работала непродолжительное время в мск московская страховая компания и наш офис переезжал и все что там было ну в кабинете выбрасывалась и вот среди этого были вот такие папки я тогда не понимала зачем я это беру но я взяла штук десять вот таких папочек я тогда думала наверное просто под документы чтобы дома хранить ну такие вот папки файлы да и и вот только сейчас это все пригодилось представляете это было лет десять назад ну вот раньше они наверное вот так назывались короче страховая компания вот вырезала и это удобно теперь обводить как шаблон я знаю что существуют специальные коврики для патчворка на которых режется ткань специальный круглый нож у которой очень удобный друзья кто занимается патчворком просто громаднейшая просьба расскажите ну коврики то наверно все одинаковые а может быть и нет расскажите об этих приспособлениях какие бренды лучше купить какой нож круглый лучше купить уж не хочется мне попадать в просак платить дважды за некачественный нож очень хочу купить этот нож круглый который мы режет просто на раз-два и вот этот коврик линейки специальные для патчворка поделитесь пожалуйста информацией я знаю что у меня есть такие подписчики подписчицы которые этим занимаются и наверняка у вас эти приспособления есть я буду вам очень-очень благодарна как же я интересно с этой подушкой так любит играть она ее и сбрасывает на пол с вот этого стула и и вот сейчас я переложила на кровать она опять шпулька игрулька шпулька игрулька а тут вот монка да он всегда рядышком с ней хоть иногда и обижает но и иногда и любит ее вот такая страстная у них любовь да ты моя сладкая тебе интересно короче не знаю я что но вот 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 то о чем я говорю то укусит то поцелует не знаю что с этого будет то ли покрывало то ли может быть пока ограничусь подушкой может быть сюда добавлю джинсы в общем много всяких идей что-то да буду делать ну а здесь у меня кипит бульончик не знаю то ли зеленый борщ сварить и то ли какой-то суп но что-то нужно приготовить холодильник пуст то солнышко светило какое-то непродолжительное время то прям потемнело потемнело что приходится включать свет кстати у нас не было света около часа и потом что-то какая-то беда включат-выключат-выключат-выключат пришлось мне отключить газовый котел там хоть и стоит защита но как-то вот это включение-выключение не очень хорошо для техники показываю друзья что у меня уже получилось с камином вы видите что он стоит уже здесь у меня в прихожке почему потому что он стал тяжелым ушло где-то килограмм двенадцать уже клея плиточного и естественно эти все 12 килограмм уже здесь на камине и мне уже тяжело его поднимать может быть еще один раз придется заштукатурить одним слоем а может быть и нет может быть уже будет финишный слой витамитом или штукатуркой караед я пока не решила как мне лучше сделать то ли гладенький его сделать только то ли сделать вот более такой ажурный дырчатый и заштукатурить и штукатуркой караед она осталась в количестве одного мешка вот от нашей этой пристройки вот поэтому стоит здесь сейчас этот камин потому что но корячиться тащить его в ванную комнату уже мне тяжело так что фундаментально будет такое строение вот прошлась вторым слоем очень много грязи вот почему я хочу сделать в сарае в мастерскую утеплить этот сарай кстати будем его утеплять тоже пеноплексом пеноплексом вот и скорее всего сделаем там мастерскую там нужно будет сделать зацементировать пол там земляной пол вообще можно сказать нет пола работы друзья много но очень хочу это сделать потому что если дело пойдет с изготовлением камина то это лучше конечно делать где-то вне дома в отдельном помещении потому что опять я сегодня здесь все это дело делала в кухне во-первых тесновато хотя кухня у нас не маленькая но и грязь как неаккуратно застилай не застилай все равно все сыпется и это очень грязно и каждый раз вчера я везде полы вымывала в металл это не просто так протереть пол потому что где-то раствор упал где-то сухая сухой раствор пылюка ну в общем как-то грязно поэтому очень хочется сделать теплый сарай открою небольшую тайну немножко может быть гордости какой-то за себя любимую мне предложили сотрудничество ростовская ростовская фирма не буду называть пока название вдруг не получится предложили мне прислать и какое-то но я так поняла кварц виниловая наподобие вот как пол но только это будет плитка новое производство вот может быть как раз и сделаем сарай там очень в общем она на сетке основания крепится очень легко и они хотят чтобы я показала что это действительно качественный товар качественные продукты и помимо того это еще легко и монтируется вот я написала что теперь нужно дождаться весны потому что ну пока мне негде это все сделать и показать все-таки россия это не южный город у нас зимы бывают ого-го поэтому буду ждать с нетерпением весны и уже конечно же побежали мысли какой цвет выбрать этих кирпичиков как это все будет в общем строительные компании меня услышали и очень-очень радостно на душе вот ну а сейчас буду заниматься еще одной идеи может быть если получится и не выключат свет я покажу эту идею тоже нашла на канале вот этот канал я помню ой надо же девочки и куколки вот по-моему так называется до девочки и куколы куколки очень много там идей по патчворку и одну из них я нашла если у меня получится сегодня сделаю и конечно же вам обязательно покажу друзья посмотрите что у меня получилось сделала я еще один квадрат и по ткани посчитала что вот этого вельвета видите я изнанкой сюда на лицо сделала вот этого вельвета который у меня есть если делать вот такие блоки то получится покрывала метр восемьдесят на метр восемьдесят но может быть чуть поменьше потому что съедятся в швы когда будут сшиваться эти блоки то немножко меньше ну сантиметры наверное пол сантиметра заберет шов вот такая задумка и еще одна идея вот которую я подсмотрела на канале девочки и куколки ой к сожалению даже не помню как зовут блогера но я думаю что вы знаете уже этот канал но кто занимается патчворком все же она вертится и все наверно друг друга знают тоже понравился канал информативный интересный вот там значит идея пришить просто нить вязальную к джинсовому мотиву вот я пришила строчка зигзаг и посмотрите какая красота получается и можно же еще поиграть с цветом то есть можно это кстати пряжа элегантс вот другого цвета вот она это опять спонсор магазин ярн 21 элегантс это хлопок с витамином 50 грамм 130 метров так и состав что это турецкая пряжа ну это вот которую я вижу подушку до стопроцентный хлопок и 12 процентов это ну то есть 88 хлопок 12 процентов это вот это вот блестящая ниточка красивая вот представляете что даже думать ничего больше не нужно просто так как я начинающая швея скутном творчестве творчестве патчворк то вот такая замечательная идея просто вырезай квадраты нашивай строчку ну вот любыми нитками я вот даже приготовила вот такую пряжу янард джинс у меня есть такая футболка вот она это футболочка я ее люблю она такая незамысловатая обычный реглан здесь я что-то пыталась сделать хейвард хотя уже честно говоря так давно не вязала что наверно уже все и позабывала буду заново учиться не знаю чем он отличается от обычного реглана но в общем это проба пера вязался хейвард но получилась вот такая маечка красиво ложится пряжа в полотне ну и вот еще есть она представляете если это эти зигзаги сделать тоже вот этой вот пряжей секционного окрашения я думаю что идея просто бомбическое а может быть совместить и желтую допустим строчку сделать и вот такую и как-то эти скомпоновать квадратики между собой в шахматном порядке допустим сделать и я думаю что идея на миллион и мне хочется это делать хочется уже разрезать все эти джинсы ну вот я говорю у меня нет пока что для этого инструмента не коврика не ножниц которые это быстро делают я вчера конечно вот это сшила и резала как могла обычными ножницами вот эти заготовки делала вот но это не дело когда хочется сделать побыстрее да и вообще инструмент это великое дело я люблю хороший инструмент и конечно же жду ваши комментарии может быть вы действительно мне подскажете и коврик для кроя техники пачевор который не режет стол да и нож очень буду вам благодарна конечно же буду смотреть сама но вы знаете когда в этом ничего не понимаешь что хочется какой-то дельный совет и я надеюсь что вы мне тоже поможете буду ждать ваши комментарии как вам вот такая идейка если сшить вот такое покрывало на диван на диван в летнюю терраску да куда угодно и и те же самые сидушки и здесь представляете какой полет фантазии вы эту ниточку располагаете как хотите сюда туда ну в общем это прям какое-то знаете как кистью у художника и получаются совершенно разные фигуры конечно круг да может быть и круг ну на машинке я пока так не владею чтобы какие-то круглые завитки сделать да и вполне вот эти геометрические фигуры на мой взгляд тоже очень красиво смотрятся и когда будет много таких квадратов я думаю что покрывало будет веселым и очень симпатичным ну вот пожалуй на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я думаю что вам было интересно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока